Вечером 9 июля в районе Зелёного проезда экипаж ДПС заметил автомобиль ВАЗ-2105 без государственных регистрационных номеров. Требование остановиться водитель проигнорировал. В ходе погони инспекторам пришлось применить стабильное оружие. Водителя задержали за 8 улицей Красной Слободы. В поле зрения инспекторов 26-летний водитель попадает не впервые. Прав у водителя нет, а регистрация машины прекращена. Этот автомобиль в плачевном техническом состоянии двигался по Твери с большой скоростью. К тому же на переднем пассажирском сидении нарушителя сидела его подруга. В отношении водителя составлено 16 административных материалов. Мужчина доставлен в отдел полиции. У 34-летнего жителя Вышнего Волочка угнали припаркованную дома «Газель». Машина не была оборудована противоугонной сигнализацией, а ключи хозяин оставил в замке зажигания. Пропажу обнаружил ночью. В течение дежурных суток полицейские нашли машину на территории поселка Красномайский. Задержан ранее судимый, 32-летний, подозреваемый в угоне. Будучи нетрезв, фигурант взял машину покататься. В поселке Красномайский при ревессивном движении вор пытался объехать встречный поток, однако не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Бросил машину и скрылся. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Машина возвращена владельцу. В региональном следственном комитете внимательно рассматривают каждое поступившее сообщение, стараясь дать ответ в кратчайшие сроки. На особом контроле наиболее сложные ситуации. Цель такой работы – восстановление справедливости, обеспечение исполнения закона и правопорядка в нашей стране. Граждане могут в любое время подать в следственное управление Следственным комитетом по Тверской области обращения по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия, бездействия и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов, а также по другим вопросам, которые требуют вмешательства со стороны руководства следственного управления. Кроме того, можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление через аккаунт ВКонтакте. Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением. Телефоны для справок на вашем экране.